Девочки, всем привет! Мы сегодня с вами идём в Коз. И что мы видим? Распродажа, распродажа. И также есть новые коллекции. Давайте сегодня пойдём в распродажу. Мне самое хочется и интересно. Смотрите, какое красивое красное платье на витрине. Но это из новых. Белое платье, красное-чёрное, чёрное-красное, сумки. Но вы же понимаете, что я ломанусь в распродажу. Я же не буду тут ходить и смотреть вещи за... Ой, за какие-то шалёные 150 долларов. Красивый, кстати, сарафан и, по-моему, льняной. Я обещала снять прольняные вещи из Коз. Но, девочки, я, наверное, сначала сниму про распродажу. А потом уже про лён. Так, диванчик вынесли сюда. Они его всё время туда-сюда тягают по всему магазину. Потому что мы идём в распродажу. Ой, что-то новое. Смотрите, какое красивое платье новое, летнее. Боже мой, какой красивый сарафан. Сегодня музыка, слава богу, не так орёт. 220 долларов. Чтобы они провалились. Я извиняюсь, конечно. Но сарафан великолепный. И расцветка, и фасон. В общем, посмотрим, короче, что мы сегодня будем. Может быть, мы... Если на распродаже ничего не будет интересного, тогда я померю что-то из нового. Вы знаете, что я, наверное, обзор распродаж-то снимать не буду. Потому что мы всё это уже видели в какие-то моменты. Вот даже я узнаю эти вещи. Вижу очень много вещей знакомых. Вот видите, всё здесь написано до 50%. И весь вот этот вот зал... Нет, не весь, простите. Вот этот рейл, потом вот эти вот рейлы. И здесь много всего. Я не знаю. Посмотрим, короче. Я сейчас... Я сейчас... Вот посмотрю. Ай. Так, меня уже здесь узнают. Меня уже знают. Мне так неловко с этим телефоном, честно. Я уже сколько лет благерю. И никак не привыкну к тому, что все на меня смотрят, как на человека о двух головах, когда я хожу с телефоном и снимаю. Ну вот, видите, шерстяные вещи. Махеровые, свитера. У меня, кстати, такой есть. Я его покупала на прошлой распродаже. Наверное, тоже за 70%. Он шерстяной. Я купила такой розовый. Их много. До сих пор их снова повесили. Вот эти свитера. Ну я не знаю. Сейчас как-то не хочется свитера покупать. Правда же? Сколько на них в сейл? Вот сейчас 50% скидка. И он дорогой. 250 долларов, значит, 50%. Ну посчитайте, немало. Так. Я сейчас посмотрю, что у них на сейле. Попримеряю что-то с сейла. И посмотрим, в общем. Посмотрим, что интересного мы найдем. Девочки, дорогие. Мы в примерочной. Я набрала вещей сразу в продаже. Вот эту юбку мы помним. Я действительно... Она 60%. Сейчас мне она очень понравилась. Но нет размеров. Я сейчас померю 10-й. К ней я принесла вот такую блузу. Хотя есть рубашка под нее. Вот это все новое. Вот это мы все не мерили. И очень много вещей, конечно, на сейле. Но много вещей старых. Вот у нас в Кост такая история, что у нас вещи, которым там по 2-3 года. И они уже давно как бы... По низку лет их крутят по распродаже. Потом забирают. Потом снова вывешивают на распродажу через год. У меня пару из таких вещей, которые я несколько лет видела в магазине. И наконец дождалась, когда у них стала совсем-совсем такая низкая цена. И купила. Ну, 70%. У них меньше. Нет, есть 90%, по-моему, бывает. У них было, что 70% плюс еще 20% сверху. Ну, почти 90%. Получалось очень дешево. Я тогда много чего купила. Так, на мне платье очередной. Роман с моими старыми платьями. Я его покупала 4 года назад. У меня даже из первых моих блогов было... Я его показывала. Что вот я купила такое платье. А-ля платье из фильма «Красотка». Если вы помните, она там была такая коричневая в горошек. Ну, фотографию ставить не буду. Потому что в этом видео я поставила фотографию из фильма «Красотка». И меня лишили монетизации за эту фотку. Потому что я, как бы, они сказали, что я воспользовалась чужими материалами. Поэтому сами прогулайте. Но я думаю, что вы все прекрасно знаете этот фильм. И вот я помню, Джулия Робертс там выписывала вот такое вот платье. В очень красивой шляпке. С коричневой лентой. И платье было куплено 4 года назад. И вот сейчас я его, наконец-то, снова вытащила из каких-то сундуков, в которых оно уже давно лежало. Потому что было у меня мало. И сейчас я в него влезла. И вы знаете, что это вещи в немода. Вот это не ультра... Это не ультра, как сказать... Трендовые вещи. Но они никогда не... Вот что в этом платье? Оно с запахом тут. Вот здесь вот это надо немножко зашить, потому что сисяло вываливается. Вот, кстати, так интересно. Вот бюст у меня не похудел. Вот бюст, и оно мне маловато. Так странно. Вот вы меня просите поменять мои параметры под видео, где я пишу. Я реально... У меня ушел живот и стало меньше талии. Чуть-чуть здесь, а здесь осталось то же самое. Хотя у меня ушел вес. Ну, в общем, короче, все, хватит. Я в каждом видео рассказываю про свой вес. Вам уже, наверное, надоело. Давайте проверим. Друзья мои, мы все помним эту юбку. К ней есть такая же блуза. Я уже ее примеряла. Она мне чуть-чуть великовата. То есть вот был десятый и... И все. Потом там были маленькие. Второй, четвертый я не рискнула. Мне нужно, наверное, восьмой или шестой. Потому что... Ну, в принципе, не то, что она мне очень большая. В общем, с такой вот толстым свитером. Это фактически свитер. Можно сказать, что и нормально. Но я что-то не знаю. В общем, эту юбку мы помним. Мы ее примеряли. Она мне очень понравилась. И вот этот топ, я его не знала. Не знала. Первый раз вижу. Вот такие длинные рукава. Он довольно длинный. Где-то до сих пор я его заправила. Такой полу. Полосвитерок тоненький. Что-то здесь какой-то он большой. А может и нет. Это размер large. Очень люблю зеленый цвет. Он, в общем-то, нарядный. Красивый. С люрексом. Есть такие же серые. Такие черно-серые. Но они немножко подорожные. Они 50% скидка. А на этот 60%. Но мне зеленый очень даже нравится. Он, в принципе, на выход. Он такой красивый. Красивая рубашка. С такими рукавами длинными. Здесь я думаю, что можно загнуть. А может и нет. Но это так надо. Специально. Такие рукава петрушки. Чтобы закрывали руку. Они, видите, на разрез такой. В общем, очень красиво. Так, смотрите. Топ этот состоит из 70% вискозы. И все остальное. Это вот эта металлизированная нить. У меня был размер small. Ну, я не могу сказать, что он маленький. Вы видели, что он такой вот на вид узенький. А, в принципе, так хорошо растягивается. И сидит на мне довольно неплохо. 150 долларов он стоил. И на него сейчас 60%. Значит, он стоит 60, по-моему. Получается, 60 долларов. Ну, не знаю. Мне кажется, это не так уж дорого. Но, с другой стороны, вещь такая... В принципе, я в таком могу и на работу пойти. Ничего в нем такого сильно нарядного нет. Ну, поднимаешь, люрекс? Ну, что такого? То есть, я не думаю, что это прям вещь на выход. Прям только на выход. Единственное, что он такой узкий и длинный. То есть, его хорошо внутрь заправлять. Или расстегнуть. И вниз какой-то топ, может быть, одеть. Ну, в общем, короче. Ну, красивый. Красивый такой. Так, юбка. 100% вискоза. Это 10 размер. Стоит она 170 долларов. Стоила из 60% на нее скидка. Это, по-моему, получается 68 долларов. Это очень хорошая цена. Но мне смущает размер. Мне кажется, что если я еще схудну немножко, она у меня вообще будет большая. А есть только вот 10, и там 4, 2 маленькие совсем. Мне бы 6, 8 было бы хорошо. Я вообще сейчас стараюсь, знаете, особо ничего не покупать. Еще платье, как платье. Или вот такие топы. А не за. То есть, брюки, юбки. Я как-то боюсь, потому что я хочу дойти до какого-то определенного веса. И я боюсь, что... Ну, вот такая кофточка, она ничего с ней не будет. А юбка станет большая. Это жалко. Так, смотрите, белый костюм. Очень интересный топ на одно плечо. Видите? Как мне показать? Не получается. А, вот так. В общем, что происходит? Я не могу себе показать, что у меня топ на одно плечо. Блин. Вот. Вот так вот. Вот, смотрите. Видите, какой он? На одно плечо. Очень интересный такой сжатый large размер не было. Был small, extra small и large. Но проблема с распродажей, что все кончается. Мне он чуть-чуть... Я его загнула, потому что он вот такой вот длинный. Видите? Это не очень хорошо с этими шортами. Потому что это, кстати, шорты. Да? Шорты прикольные. Хорошо. Значит, я тогда вот так вот сделаю. Потому что я не хочу их заправлять, потому что в шортах резинка. Резинка. И это не очень красиво. Мне кажется, что красиво, когда сверху что-то. Вот с размерами, вы понимаете, проблему? Смотрите, какие интересные шорты. Вы даже не понимаете, это юбка или шорты. У них еще, тем более, они, видите, как сделаны? Очень широкие. Я долго думала брать их, не брать. Они очень широкие. И у них вот такой вот край. Это очень интересный и очень красивый. Сверху резинка. Это размер 6, по-моему, на мне. Вот. Но кофта, понимаете, она должна больше облегать, мне кажется. Потому что, во-первых, вот это вот здесь должно быть все. Ну, как бы в размер. А мне как-то вот здесь вот лишнее что-то. Есть такие черные, по-моему, еще. Но черные вообще не было в размерах, мне кажется. Я уже не помню, если честно. Мне нравится оно. Классно, интересно, на одно плечо. Такая прикольная. Единственное, что оно длинноватое. Оно так вот сберено. Прям класс. Очень классные шорты. Такие прям... Ой, под босоножки. Как все подходит. Смотрите. Они не короткие, они прям как юбка. Ну, это вообще, конечно, лопа. Лопа. Прикольно, да? Классно. Так, топ. 100% хлопок. Видите, он очень красиво и интересно сделан. 60% скидка. Это был размер large. И он мне немножко великоват. А стоил он 135 долларов. А сейчас 60% скидка. Это получается 54 доллара или что-то такое. В общем, я так понимаю, что я, как всегда, опоздала. Все уже самое красивое. Раскупили. Хорошая, интересная. Интересная вот эта сжатая ткань. Видите, это все застрочено, прострочено. Очень прикольный. И хлопок. Очень классный. Интересный фасон. Так, 100% хлопок шорты. Стоят они 135 долларов. И сейчас 40% это получается... Я посчитала уже за... Ну, в общем, 80, по-моему, долларов. Или что-то такое. Шестой размер. Они мне нормально. Потому что у них здесь резинка. И вообще они широкие. Были бы они такие в аптекон брючки, мне бы они, конечно, были малы. Потому что у меня, ну, 8-ое, наверное, сейчас. Но вот шестерка, видите, с резинкой. Вот с такой вот шириной. Мне вот сейчас нормально. Такие вот интересные шортики. У нас еще три платья. Смотрите, какое благородное, красивое платье. Песочного цвета. Совсем не яркое. Очень красивый фасон. Прямое совершенно, в нем есть подкладка. Прямое, ровное. Просто платье-колонна. Но при этом у него есть вот здесь вот небольшое, по-моему, подставленное плечико. У меня такое ощущение, что здесь есть подплечико. И оно очень хорошо выглядит. Знаете, благородно, красиво. По-моему, это лен с хлопком. Я сейчас проверю точно. Хлопковая подкладка. Хорошая длина. Не очень длинная. И, по-моему, неплохая цена. Вот. Мне оно нравится. И оно мне не велико, не мало. А в самый-самый раз. Оно без замка. Без ничего. Вот так вот его надеваешь. И оно вот так вот само на вас надевается. Карманов нету только. Очень жаль. Судя по тому, что оно такое довольно мятое. Я думаю, что в нем есть лилон в составе. Сейчас посмотрим цену. И посмотрим состав. И посмотрим, что к чему. Мне очень ему нравится. Очень благородное, красивое. Без, знаете, без фокусов. Без всяких этих. Но, как всегда, в кос. Вот какие-то детали. Типа вот здесь вот это плечо стоит. Вот так вот держится. Но очень красиво все это лежит и сделано. Очень мне нравится. Так, смотрите. Я снимаю состав, чтобы не перепутать ничего. Значит, само платье. 56 вискоза, 44 леон. И это хорошо, потому что 100% леон очень мнется. А вискоза все-таки немножко, ну, как бы добавляет того, что оно не очень мнется. И подкладка 100% хлопок. У него вот здесь вот, смотрите, видите, сделана тоненькая подкладочка. Зачем-то не знаю, потому что он, в принципе, непрозрачный. И ничего такого. Так, это был размер восьмой. И вот оно мне как раз. 170 долларов оно стоит. Стоило. И сейчас 60%. Давайте, вы знаете, получается 68 долларов. И я считаю, что это хорошая цена для такого платья. Которое вот прямо, знаете, хороший состав. Хорошо скроено. Хорошо сделано. Цвет такой немножко. Я не очень люблю такие цвета песочные. Но вы знаете, что тоже надо иногда. Длинновато тоже. Вот это у меня проблема. Но, в принципе, нормально. Да, во-первых, можно подкоротить. Так, что у него здесь? У него здесь ничего. Просто сзади разрез. Замка нет. Но я в него и так втиснулась. Жалко, нет карманов, конечно. Но достойное платье. За хорошую цену вполне мне нравится. Так, вот это платье мне вообще как бы не очень нравится. Во-первых, оно маленькое, второй размер, но больше не было. И оно мне, знаете, что напоминает униформу у врачей или медсестер в больницах. Вот цвет такой, фасон. Вот это вот здесь у них, у нас, во всяком случае, в больницах. Медсестры ходят вот в таких вот робах. И у них вот здесь вот так же сделаны вот такие вот вырезы с такими вот лентами, полосками. И цвет, вот точно такой фасон, точно такой цвет, как у нас очень часто врачи или медсестры ходят в медицинские вот такие вот. У них не халаты, а в больницах рубашка и брюки. И вот такого вот цвета и очень похожего фасона. Оно коротенькое, с карманчиками, симпатичное платье, но мне оно маловато, во-первых. Во-вторых, оно мне не нравится по цвету и по фасону. Оно мне не нравится. Ну, неплохое, оно как бы, не знаю, я же говорю, слишком напоминает докторский или медсестринский халат, поэтому... Ну, не халат, а одежда, они специально называются скрабс. Такой на костюм. То есть вот рубаха и штаб. Нет, 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 нет. Так, платье сделано из стопроцентных лопок. Видите, размер второй очень маленький. 135 долларов оно стоило. И 60 процентов, это получается 54 доллара или что-то такое. Ну, не стоит, мне кажется, но это совсем какой-то куцая, короткая. Вообще размер не мой, ну, короче. И вот такое платьице прекрасного малинового цвета, тоже четвертый размер. Все вот эти коротенькие дешевые платья уже раскупили. Остались только совсем маленькие размеры, потому что они были по 135, а на них 60 процентов скидка. Значит, они по 54 доллара. Для кост очень дешево, поэтому он мне чуть-чуть в груди маловато, а вот здесь, в принципе, нормально. Почему, Серега, маловато? Маловато платье. У него такие чудесные карманчики. Вот здесь хорошенькие крылышки, вот здесь вот сборочка. И сзади тоже на кокетке я вам покажу. Я думала, эти крылышки будут выглядеть немножко как-то по-детски, но вы знаете, нет. И мне нравится, что у него там что-то пришито, вот эта крылышка. А, вы знаете, там есть такая ткань проложена, чтобы это крылышко стояло. Прикольно, да? Я вам еще потом покажу подробно. Вот так вот это выглядит. Неплохое платье, симпатичное. Видите, оно у меня, в принципе, здесь, вот здесь. Ну, как всегда, в кост широкие платья. Видите, у них столько ткани. Мне кажется, оно у меня толстит. Вот эта вот ширина. Вот это платье мне очень было хорошо, потому что оно прямое. Прямое. А здесь цвет красивый. Ну, посмотрите, видите, вот я стою боком. Ну, как беременную. Ну, реально. Ну, как слом. Не знаю, что-то мне не нравится. Когда-то я любила такие фасоны, сейчас что-то не люблю больше. Так, фанфас неплохо, а профиль плохо. Может, я как-то стою не так, можно как-то стоять по-другому. Ну, я стою, как у меня. Вот я так вот стою, как я по жизни стою. Так, 96 хлопок, 4 эластан. Размер 4 стоила 135 долларов. Сейчас на нее 600% скидка. То есть, оно тоже стоит 54, по-моему. Смотрите, как сделано здорово. Вот здесь вот эти сборочки. Очень красиво все. Немножко детские крылышки. Я вот хотела показать, что вот здесь, видите, здесь вот такая вот пришита под этим крылом. Вот такая вот, как будто бы еще слой ткани, для того, чтобы эта крылышка не спадала, а вот была вот таким вот красивеньким. Вот так вот стояла, стоячим было. Красивое платье, но мне как-то кажется, оно у меня толстит. Правильно? И цена хорошая, и цвет красивый. Немножко детская вот эти вот сборочки, крылышки. Как-то не солидно на мне оно выглядит. В общем, из всех мне вот это понравилось. Платье. Мне очень понравилось этот топ, но он мне большеватый. Вот это мне нравится кофта. Это мне очень нравится юбка, но она тоже мне великовата. В общем, вот это платье мне нравится. Но опять же, я сейчас, не знаю, посмотрим. Так, девочки, время распродаж. Есть над чем подумать. Не знаю, может быть, я опять же повторю, что я пришла поздновато, хотя у них, когда начинается распродажа, они мне как-то говорили, что у них каждую неделю подвозят другие вещи. Вот, распродажа, я думаю, началась вот пару дней назад, как везде у нас. Я выложу это видео уже, наверное, распродажа будет недели две, как происходить. Я немножко заранее снимаю. Извините, что быстро, сегодня коротко опять, потому что я очень тороплюсь, у меня нет времени. И, честно говоря, особо больше ничего я такого не нашла. Интересного примерить. Ну, с распродажей. Вот. Вот такие дела. Все. Всех люблю, целую. Всем привет из Канады. Всем привет. Всех люблю. Пай-пай. С вами была Дита. Вкус. Пай-пай. Пай-пай. Пай-пай.